Итак, друзья мои, бизнес-класс на Финам.ФМ. Мы начинаем ежедневный эфир. Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня мне очень приятно, по крайней мере, представить моего давнего знакомого, его коллегу. Сегодня в студии Виталий Крюков. Виталий, добрый день, прежде всего. И мы тебя сегодня представляем, в отличие от других дней, в новом качестве, совершенно верно. Итак, Виталий Крюков сегодня в студии бизнес-класса в качестве основателя проекта smallletters.ru. — Правильно. — Все правильно. Замечательно. Ну и в связи с этим, значит, я обозначил нашу тему, тему нашей с тобой беседы, как, даже, наверное, две части у нас, да, будут. Независимая аналитика как бизнес. И поговорим о компаниях малой микрокапитализации против, да, стандартных голубых фишек, почему они могут быть интересны. Кстати, наверняка они интересны. Это раз. И тема наша тоже наверняка интересна, потому что есть уже у тебя масса вопросов. Ну, на них будем отвечать попозже. Значит, я традиционно все-таки приготовление закончу. Значит, я напоминаю, уважаемые слушатели, у вас есть возможность к нашему разговору присоединиться. Для этого есть телефон прямого эфира 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, спрашивайте. Так, 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 ну, все вроде. Давай начнем. Наверное, логично начать именно с того, что ты расскажешь, что это за проект smallletter.ru, ну и там дальше пойдем. Ну, в целом проект посвящен акциям компании малой капитализации, которые в основном котируются сегодня в RTS board. Первичный целевой рынок — это внебиржевой рынок. Сегодня в России внебиржевой рынок очень активно представлен RTS board. В принципе, это, ну, очень популярная такая индикативная котировка. Вот там индикативные котировки, то есть это неопризнаваемый рынок. По аналогии можно привести с... Ну, если внебиржевой, понятно. То есть по аналогии можно привести с американским рынком pink sheets. Вот, то есть у нас какое-то вот такое подобие внебиржевого рынка, но в отличие от американского рынка у нас этот рынок практически не развит. То есть объемы операции очень низкие, вот. Слушай, я могу себе представить, если мы говорим о малых объемах, да, на фишках, то есть что происходит на бордет? Это вообще страшное дело, наверное. Да, поэтому приходится квалифицированно именно выбирать отдельные истории в акциях, очень пристально проводить финансовые анализы, изучать акционеров, встречаться с менеджментом, проводить какие-то там конференции, встречи, там, участвовать в форумах разных. То есть здесь уже такая более активная идет деятельность, она ориентирована вот на узнавание бизнеса больше. Потому что люди привыкли, есть там индекс 10 голубых фишек, про них все все знают. Они на слуху. Ну, или так кажется, да, что все все знают. Брокеры, аналитики про эти акции постоянно пишут в отчетах своих, вот. Я просто начну с того, даже, может быть, еще скажу, как я пришел к этой мысли. Давай, давай. Вот, то есть у меня основная мысль была, это построение независимой аналитики. Сегодня сегмент этого рынка у нас практически не развит. Я, извини, хотел бы уточнить, расскажи мне, а что в твоем понимании независимая аналитика? Ну, вот независимая аналитика в моем понимании, это та аналитика, которая имеет четкую фамилию и имя основателя. То есть человек приходит, он доверяет основателю проекта. Вот, в моем случае, то есть понятно, есть и фамилия, есть и имя. Я несу полную ответственность за свою аналитику, своей репутацией. Ну, а независимость, независим ты от кого в этом случае? От банков, то есть у меня нет интереса преследовать, например, какие-то там корыстные цели, заработка. То есть в основном аналитики, они обслуживают свои дески в крупных бизнесах. И заведомо, может быть, здесь они преследуют в первую очередь интересы своего банка, а не интересы клиентов. И именно в этом основная суть. Понятно, понятно. Хорошо, значит, мы говорим о том, что вот есть некий проект, собственно, фамилию и имя я еще несколько раз произнесу. Это человек, который отвечает за свои слова, в буквальном смысле слова. Да, вот. И очень интересно, то есть у меня с момента идеи самой, то есть появилась идея летом прошлого года. С момента идеи до получения первой выручки по проекту прошел примерно год. То есть почему появился проект, вот я уже говорил, это потребность некая в независимой аналитике, которую я вижу. Вот. Плюс у меня... Кстати, на всякий случай, может быть, да, я бы подчеркнул сейчас, что Виталий Крюков, он аналитик. Да. И он, вот сейчас я еще раз на это сделаю акцент, и даже из уст аналитика это достаточно, да, так, своеобразно звучит. Но тем не менее, Виталий Крюков аналитик, является аналитиком профессиональным, и при этом он наблюдает отсутствие вот этой самой независимой аналитики. Парадоксально. Нет, но аналитики бывают разные, конечно, да. Здесь заведомо нельзя никого обвинять, что он преследует. Ни в коем случае. Но основная цель, вот, собственно, в построении независимого некого бизнеса, потому что я даю аналитику, я на основе этой аналитики сам формирую свои позиции в акциях. То есть я не просто пишу там о чем-то интересном, да. Я пользуюсь своими рекомендациями на основе этого, покупаю сам акций в свой портфель. То есть у меня позиции, то есть портфель у меня полностью открыт на сайте. Вот я хотел уточнить, да, можно ознакомиться с вами, да? Да, можно ознакомиться спокойно. Вот, собственно, очень интересная история у меня была. Просто почему-то у меня еще в прошлом году очень так сильно повысился интерес к этому сегменту рынка. Я, наверное, вот до этого периода очень долго занимался аналитикой, там, и в частности по вторым, третьим эшелонам порядка семи лет. Вот, и так получилось, что я продолжительное время занимался боксом, вот, и готовился к поездке в Таиланд на тренировки. Вот, и были определенные проблемы с финансами, вот, и они привели меня к тому, что вот надо как-то применять свой опыт и свои знания на практике, да. И я купил очень интересную акцию, машиностроительный завод Калинина, PREV, это было летом прошлого года. Здорово. Это, знаете, это была, наверное, вот за все время проекта самая моя успешная инвестиция, вот, потому что она мгновенно удвоилась, вот, и сегодня, ну, вот, можно посмотреть котировки, Амзик, PREV, с прошлого года по сегодня, там, уже, я покупал, там, по 50 долларов, все, и сегодня они уже стоят, там, 250-300 долларов, да. Вот, и благодаря вот этой акции у меня усилился интерес к проекту, я понимал, что на этом можно искать. Да, я там встретил жену свою, да, Катеньку, да, 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 жену встретил, и у меня очень многое связано с этим проектом, потому что он, по сути, кардинальным образом, у меня мою жизнь, вообще и отношение к жизни, я уже иначе смотрю на какие-то вещи, вот, и проект оживет, вот, ему год, официальный запуск был в середине августа, поэтому, приглашаю всех участвовать вместе, да. А, кстати, выбор акции, все-таки, да, немножко я вернусь, вот, именно это, он был оправдан чем-то, сознательно это ты делал? Да, это, я провел очень большой анализ, то есть, у меня вот на сайте, я пишу в еженедельном режиме отчеты, и там, значит, в отчете, он делится на две части. Я первую часть посвящаю сильным акциям, то есть, где я вижу очень сильный спрос на покупку, то есть, в РТС-борде, ну, в моем понимании, сильный спрос, это, там, 20-30 тысяч долларов, то есть, видно движение, что есть покупатель, да. А там ведь традиционный, ну, потом, наверное, я попытаю анализировать. Здесь очень важно анализировать, там стакана нет, да, там никакой информации нет. Нет, нет, стакан есть в РТС-плазе, но, как бы, для физика он недоступен, то есть, его можно, там, купить, но он очень дорого стоит, вот, поэтому сделки совершаются с голоса преимущественно, вот, то есть, в этом, в этом плане, конечно, есть определенные сложности, но в этом и большие плюсы. Конечно, конечно, ну, и, как минимум, да, эти сложности, они все остальные плюсы не затмевают. Хорошо, и так, сейчас мы прервемся, новости послушаем на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну, что ж, друзья, мы продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии. Виталий Крюков, основатель проекта smallletters.ru. Все время хочется добавить и аналитик, да, традиционный аналитик. Так, ну, и, собственно, ведем мы речь сегодня с Виталием о независимой аналитике, да, она у нас, ну, по мнению Виталия, как минимум, может вполне выглядеть как бизнес, как некий отдельный бизнес, и, соответственно, поговорим еще и о предпочтениях в сторону акции компании малой капитализации перед голубыми фишками. О Борде-то сейчас поподробнее, да, расскажем. В принципе, очень интересно всегда, поскольку очень многие непосредственно сами торгуют на рынке, да, очень интересно о технологиях, о технологиях все-таки поговорить. Технологии стоят в том, что эти услуги, в принципе, предоставляет любой брокер, ну, любой крупный брокер. К сожалению, эти услуги не так известны широкому кругу инвесторов, в основном они ограничены там крупными фондами, региональными фондами, какие-то очень активно развиты в регионах это все. Да, да, да. Это еще пошло с кризиса, когда, потому что в основном, вот, в Борде, конечно, представлены региональные бизнесы, то есть, пример, там, из Нижнего Новгорода, например. То есть, вот, и люди, которые живут в этих регионах, из которых бизнес вышел, собственно, он там и приносит прибыль, вот, они этот бизнес знают, вот, и в свое время очень активно участвовали, ну, в доходах этого бизнеса и скупкой акций делали, вот. И РТС-борд очень популярен у нас в регионах, вот, в Москве, наверное, в меньшей степени, потому что люди в основном живут в таком информационном поле, где вот есть биржа, есть там голубые фишки, вот, и каждый день с волн радио, там, каналов. Всяких. Доносятся, доносятся знакомые слова. Да, знакомые названия, все правильно. Вот, поэтому, но, в этом проблемы нет, то есть, люди не должны изначально бояться этого, то есть, это не какой-то скрытый рынок типа МММ, да, где вот, знаете, это не махинация. И что такое биржа, да, в чем преимущество биржи? Это площадка, открытая площадка, там есть официально. Биржа нужна крупным инвесторам, крупным фондам, у которых миллиарды, десятки миллиардов, они могут покупать ограниченное количество акций, в основном голубые фишки все. Они не могут купить, к примеру, Орел Строй из Орловской области, потому что просто объем ограничен, нет того количества акций, которые им могут быть интересны. Сама компания маленькая, капитализация маленькая, это не интересно крупным фондам, отсюда и плюс. Нет манипуляции ценой акций, потому что в голубых фишках, по сути, человек, когда покупает Газпром, Лукойл, он, по сути, отдает свои деньги в управление каких-то крупных фондов и зависит от притоков, оттоков денег. То есть ему, помимо финансового анализа, надо четко ориентироваться на притоки, оттоки капитала на фондовый рынок, есть они, а что там о Бернанке сказал вчера, а еще кто-нибудь, а вот Елен, какая будет политика у Елена, интересно там, а вот дефолт будет или нет. Мы еще только что обсуждали, кстати. Да, я слушал очень внимательно. И в этом плане вот есть большой минус, потому что человек, по сути, не контролирует риски и очень сильно устаешь от спекуляции на голубых фишках, потому что факторы, они разнонаправленные. И это очень утомительное действие. Все-таки в RTS Board вот я пришел к тому, что более спокойный рынок, мне более, я себя более уравновешенно чувствую. Комфортно. Я живу другой жизнью, то есть помимо фондового рынка. Да, я еще в Таиланд летаю периодически. Да, тренируюсь, вот. Я здорово. Поэтому это открывает новые грани жизни какие-то, да, и это, в этом есть очень большой интерес. И в RTS Board представлено порядка 500 акций, то есть это огромный пласт, в принципе. Выбор, конечно. Ну, конечно, они там сужаются, там их можно еще сузить, там, да, но вот 500 акций, где есть цены продажи хотя бы, то есть где можно какую-то акцию купить, да. Не все акции можно купить, и по приемлемым ценам в этом есть сложность, но я вас уверяю, что никакой проблемы, там, организоваться вместе, это можно сделать с моей помощью. Если есть какой-то интерес к определенной акции, можно организовать пул инвесторов и аккумулировать пакет этой акции. Подожди, а то есть я не могу ее купить именно по той причине, что... Ну, порой предложение просто на рынке ограничено. То есть в RTS Board предложение, там, например, акций на продажу по привлекательным ценам очень ограничено, поэтому приходится ехать в регионы, где этот бизнес живет, там, вот, и общаться, как-то покупать эти акции, да. Это такой более сложный процесс, вот, но в большинстве своем, конечно, есть объемы на рынке, то есть для частного инвестора с депозитом, там, миллион, миллион рублей, вот. То есть у нас ведь обычно, там, в банке где-то приносят, там, вот, одного до миллиона, примерно, рублей, вот. Ну, то есть вот миллион на миллион можно собрать, да. То есть на миллион собрать акцию вполне можно, то есть сделать портфель из нескольких акций. Это не интересно фондам, я вот к чему веду, чтобы люди понимали, что вот мой проект, он, в частности, ориентирован на частного инвестора. Исключительно, наверное, даже, да. Людям не нужна бешеная ликвидность, которая есть в голубых фишках. Они могут купить акцию, либо сидеть, получать дивидендный поток по этой акции. А дивиденды, по сути, это что? Это проценты на депозит. То есть у людей сегодня триллионы на депозитах в банках, вот, они имеют какой-то процент. Почему часть денег не инвестировать в акции, вот, не получать дивидендный поток, те же самые проценты на вложенный капитал, вот, и понимая то, что вы, по сути, участвуете в жизни бизнеса. То есть вы покупаете реальный актив, вы не покупаете бумажку, вот, и у вас права такие же, как при покупке голубой фишки. У вас есть запись в реестре, она имеет фамилию, имя, отчество. То есть это не обман какой-то, вот. Поэтому, мне кажется, у людей должен быть выбор. И я хочу своим проектам, инвесторам дать этот выбор, чтобы у них увеличилось поле, поле зрения и не было шор. Потому что порой очень, ну, я общаюсь с клиентами, да, и, ну, очень сложно, я понимаю, объяснить, что такое RTS Board, почему я там должен вкладывать во внебиржевой рынок. Причем, заметьте, эти люди, они уже имеют опыт работы на бирже, да? Имеют, и обжигались. Вот, до меня в студии, вот, были эксперты, они говорили про электроэнергетику. Да, ну, у нас вопрос такой. Так, в чем, вот, понимаете, электроэнергетика, это живой пример того, как можно просто вот убить отрасль, представлен на бирже. То есть это биржевой рынок, акции ниже плинтуса все. Вот. Поэтому есть риски как на внебиржевом рынке, так и на биржевом рынке, вот. Но на внебиржевом рынке вы все-таки менее зависимы от внешнего фона. На биржу все-таки внешний фон влияет более сильно, конечно. Согласен. Ну, и, кстати, наверное, есть смысл, да, уж, коли мы говорим сегодня на эту тему с точки зрения возможностей, да, разнообразие этих возможностей, наверное, есть смысл сравнить все-таки. Ну, во-первых, мы говорили с тобой, да, точнее, ты произносил уже эту фразу, что ничего страшного во внебиржевом рынке нет. Да, это такой же рынок, просто он несколько по-другому устроен, и это все нормально. То есть это не какой-то рынок, там, третьего сорта. Да, да, такой черный, серый, серый, закрытый, не прозрачный. МММ, там, это вот нет, нет. Вот это главный момент, это главный момент, это вполне... Полноценно можно инвестировать, зарабатывать деньги. Я это доказал на своем опыте. У меня огромное количество коллег по цеху, вот, по РТС-борду, которые зарабатывают на этом деньги. Но это надо делать осторожно. Чтобы это делать осторожно, нужна аналитическая поддержка. Аналитическая поддержка должна быть очень качественной. Потому что в этом сегменте рынка, как нигде, наверное, очень надо осторожно подходить к выбору бумаг и анализировать огромное количество факторов, о которых даже не задумываешься при покупке голубых фишек. Ну, вот, возвращаясь опять, да, к возможности выбора, наверное, стоит об этом более детально поговорить. Традиционно выбирая какой-то инструмент для инвестиций, да, мы сравниваем там многие вещи. Ну, самое первое, это возможная доходность против риска некого. Да. В чем риски, естественно, выбора инструмента на борде, да, вне биржевого рынка. В чем риски, прежде всего, да. Ну, по поводу доходности, в принципе, ты уже говорил, и мы можем это еще раз озвучить. Вот об этом мы поговорим. Но сейчас прервемся, у нас рубрика на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы говорим о акциях компаний малой капитализации против голубых фишек. Ну, и в том числе, и в том числе говорим о некой независимой аналитике, да, которая может также быть бизнесом, с одной стороны, а с другой стороны, быть подспорьем при выборе той или иной компании, да, вне биржевом рынке. В студии сегодня Виталий Крюков, основатель проекта smallletters.ru, и телефон в студии 6510-996, код Москвы-495. Виталий, давай продолжим. Поэтому, значит, я хотел бы все-таки, чтобы мы попытались систематизировать для наших слушателей тему сегодняшнего разговора. Смотри, то, что понял я. Ну, во-первых, да, значит, у нас есть биржевой рынок, есть внебиржевой. Традиционный взгляд такой, да, но внебиржевой рынок, как на нечто плохое, непонятное, недоступное, темное, ну, серое, в общем, это, зачеркиваю, это не так. Это не так, то есть надо доверять. Это такой же нормальный, да, да, да. То есть этот минус мы убираем с него, действительно. Вот, потом, далее, мы говорим о том, что для того, чтобы сделать правильный выбор, да, вот, с точки зрения вложений в акции, которые там, которые там торгуются, нужно огромное количество информации. Потому что, действительно, она, как правило, наверное, не в широком доступе. Актив данных очень небольшой. Совершенно верно. Вот, значит, возникает проблема у меня, как для будущего инвестора, где мне эту информацию доставать? Либо я могу сам ножками, ну, ты вот рассказывал мне сейчас, да, это... При этом вы не можете взять эту информацию у крупных банков. Совершенно верно. Ну, то, что вот мы по фишкам говорим, она, там, то, что наиболее широко используется, она в свободном доступе всегда есть, да, и это официально подтверждено, а здесь нет другая история. Значит, смотри, либо я сам это вынужден, да, доставать каким-то образом, и не всегда это удобно. Это очень сложно, порой нет экспертизы в отдельных акциях. Либо, вот переходим уже, да, к твоему ресурсу, либо я должен выбрать некого аналитика, которому всецело доверяюсь. Но, с этой точки зрения, да, ты чувствуешь на тебе дополнительный груз ответственности, потому что, еще раз повторю, да, в этом случае ты будешь, ну, единственным, что ли, я не знаю, стрелочником. Осознанно на это иду, то есть, я не позиционирую себя, там, как вот человека, который знает, там, все про все акции, и вот говорит, что вот в этой, в этой точке купить акцию, в этой точке продать акции. Завтра будет расти, да, завтра вырасти, завтра упадет. Моя аналитика, она имеет практическое применение, то есть, надо понимать, что аналитика, она не может жить постоянно, вот, какой-то одной жизнью, то есть, она должна меняться. И аналитика, это не журналистика, это не то, что вы читаете в газетах. Это вот отличие, очень важно понимать, и не все аналитики это понимают. То есть, по сути, не все аналитики аналитиками же являются. Они являются, по сути, журналистами. Потому что аналитика как строится, вот базовый факт, анализ, вывод. Газеты дают как факт, чуть-чуть анализа, вот, но вывода практического в основном, то есть, я говорю, что не всегда, конечно, но в основном практического вывода, который можно применить на практике для человека, который прочитал простую газету, нет. У меня аналитика, она имеет практическое применение. Я пишу только про те акции, которые либо сам уже купил и собираюсь покупать. Вот, и здесь заточено именно под практическое применение. Каждый человек, который подписался на мою аналитику, он имеет открытый доступ полностью на весь сайт и на все ресурсы этого сайта. Вот, и может ознакомиться с любым моим отчетом. Вот, я в то же самое время понимаю, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну, безусловно. Надо делать, надо работать, прилагать максимум усилий, чтобы повышать качество аналитики, качество анализа акций. В то же самое время учитывать риски. То есть, они очевидно есть, да. Но здесь и большие преимущества. Я даю человеку, инвестору, частному инвестору большой выбор, большое поле. Прочитав мою аналитику, мой материал, он может либо поверить в эту историю, говорить, да, я считаю, что это правильно и так и будет. То есть, и купить так же, как и я покупаю акции. Либо сказать, нет, я в эту историю не верю, я не буду покупать. Вот, независимо от того, купил я сам эту акцию или нет. Но моя цель именно сделать аналитику, ну, съедобную и в практических целях. То есть, это самое главное. Я доказываю это своими позициями. То есть, я не просто пишу о чем-то, что там трава зеленая. Я именно делаю сам это все. Ну, я понял, я понял, да, действительно, наверняка, вот, то, о чем ты рассказываешь, это принципиально другой подход. Да, я вкладываю свои деньги туда же, то есть, в те акции, которые я советую покупать людям. Мы традиционно ерничаем, да, но, может быть, не всегда оправданно в сторону аналитиков, ну, таких классических, что называется. Совершенно верно. Который говорит, вот, да, трава зеленая. Трава зеленая, да. Если завтра будет снега, она пожелтеет. А если снега не будет, она опять будет зеленая и может еще и подрать. Примерно так, да, все опусы. И в основном аналитики за рекомендации не отвечают своими средствами. Да, да, да. Вот, им платят там. Обычно говорим, да, что такое аналитики? Они хорошие, они умные ребята, естественно, но они не торгующие, как правило, поэтому для них надо написать. Я думаю, что многим, вот, как и мне, в свое время стало просто скучно. Ну, скучно перемывать кости этих десяти голубых фишек там. Ну, скучно рыться в этом всем. Вот. И хочется какой-то вот глоток свежего воздуха, что ли. Я подумал, знаешь, что в этом скучно тебе стало рыться, а рыться вот в том, в чем ты роешься сейчас, интереснее. Интересно, интересно очень, увлекательно, познавательно, главное. То есть, понимаете, вот, я ведь еще даю и некое образование здесь. То есть, человек, прочитав аналитику, может посмотреть, вот, как пишутся отчеты финансовые, да. Может быть, кто-то в будущем хочет стать аналитиком финансовым, да, он может ознакомиться вот на основе этого и получить какое-то образование. Ну, вот, сколько образовательные курсы стоят, да, например? Вот, урока математики, сколько он стоит там? Ну, вот, у меня в месяц абонемент стоит две тысячи рублей, да. Я думаю, что одно занятие математики, оно стоит больше. Ну, или английским языком. Английским языком, да. Стоит больше, чем две тысячи рублей. А тут сразу... Я преследую еще такую цель. То есть, у меня, помимо просто вот аналитики для практического применения, это некое образование, построение того, вот, и как надо думать аналитически. Вот, если у человека есть склонность к этому, он может почувствовать, понять, да, мне это нравится, я это буду делать в будущем. То есть... Нормально, нормально. Давай вернемся, тем не менее, к инструментам, к инструментарию. Собственно, преимущество. Хотелось бы все-таки, да, увидеть преимущество, почему именно действительно надо смотреть сюда, а от фишек отказываться. Ну, или, по крайней мере, там, выборочно это делать. Прежде всего, ты уже заговорил о том, что есть некая дивидендная доходность, причем она неспоставима с тем же, да, что выплачивают, не так много их, да, но выплачивают крупные компании. Да. Вот об этом поподробнее скажи. У меня на сайте есть раздел «Портфель дивидендных акций», где я собираю дивидендные акции, которые имеют доходность выше, чем доходность по депозиту. То есть, очевидно, чтобы людям вкладывать деньги в инструменты, которые имеют более высокий риск, они должны понимать, что доходность от этих инвестиций будет превышать доходность по депозиту. То есть, это первичный отбор по этому. То есть, дивидендная ставка не должна быть ниже, чем проценты в банке. То есть, это, очевидно, там, за вычетом налогов, то есть, это именно очищенная вещь, да? Вот, потому что там еще на дивиденд налоги платятся. Плюс момент такой еще. Физическое лицо, частный инвестор в РТС-борде в основном покупает за доллары. То есть, у вас актив в долларах. Я вот слушал предыдущих спикеров, они как раз вот говорили, что, знаете, в связи с политикой правительства, там, с бюджетом, вот, значит, хорошая ставка на доллары. Да, но каким образом доллары? То есть, просто купить доллары и все, и положить их под подушку. Ну, мне кажется, это большой риск очень. Потому что валютные колебания, они очень сильные. Никто вам не скажет, там, доллар вырастет, упадет. Ну, пытаются периодически делать. Надо не просто покупать доллары, а на эти доллары покупать еще что-то, что приносит доходность. То есть, нам интересен реальный доход на вложенные средства. Потому что в банках люди порой обманываются. Потому что не все у них траты в рублях. Они получают проценты в рублях, в то же самое время тратят, у них траты в долларах. То есть, путешествуют, покупают больше импортной продукции. Потому что, отчасти, чем доллар выше, тем цены выше. То есть, зависимость их потребительской корзины в большей степени от доллара. А доход они имеют, вот, люди номинально видят, там, 10% ставку. Вот, они могут посчитать доход свой, там, на миллион 100 тысяч имеют. Вот, как бы, они считают, что это доход. Но если в реальном исчислении посчитать, учитывая, на какие продукты они тратят эти деньги, у вас может быть не доход, а упущенная выгода вообще. Поэтому, на мой взгляд, ну, вот, один из таких плюсов, то, что в RTS Board вы покупаете актив, за доллары, в то же самое время денежный поток, имеется в виду дивиденды, в рублях у вас. Вот. То есть, у вас некий, некий такой баланс. И порой даже, вот, мне самому удавалось зарабатывать не столько на росте цены акций, сколько на курсе самом. То есть, вы покупаете акцию, у вас депозит в рублях, вы конвертируете в доллары, покупая акцию, и потом продаете по более высокому курсу. Вот. Здесь вот такой момент еще есть. Но это дополнительная все-таки такая история, да? Это не самое главное, конечно, это такая побочность. Да, мы об этом здесь, это такое очень тоже двоякое преимущество. Но главное, что дивидендный поток, вот, в связи с тем, что эти акции не популярны, о них мало кто знает, мало кто вкладывает в них деньги, в этих акциях большие ценовые перекосы порой бывают. То есть, доходность, вот я уже приводил пример, машиностроительный завод Калинина-Прев, вот, у них прописана в уставе четкая дивидендная политика, сколько они платят на дивиденды, на привилегированные акции. Человек, ну, проведя анализ отчетности финансовой, видя там текущую котировку, может примерно посчитать, да, сколько эта инвестиция принесет ему. Вот, и порой эти доходности, они не то, что двузначные, они там 20-30% бывают, да, но для этого, опять же, я говорю, что нужен качественный анализ и знание рынка, и понимание, вот, в каких акциях эти доходности постепенно формируются. Вот, в качестве примера, чтобы это не звучало как теория, вот, на практике, государство четко установило минимальные дивидендные выплаты от чистой прибыли для госструктур, при этом не только для головных структур, но и дочек. Так, то есть это не менее 25% чистой прибыли по РСБУ, по российской отчетности. В будущем правительство для пополнения бюджета, опять же, стремится повысить эту планку, и уже там сделает 35%, то есть с 2016 года. Вот, это привлекает внимание к государственным акциям, то есть отдельным акциям, которые есть в РСБУ. Виталий, прервем сейчас новости, послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир, бизнес-класс на Финам ФМ. Сегодня в студии Виталий Крюков, основатель проекта smallletters.ru. Говорим мы с ним об акциях компаний малой капитализации, почему они могут быть интереснее, чем голубые фишки традиционные, ну и, собственно, о независимой аналитике, в том числе, мы тоже сегодня рассуждаем. Я напомню еще раз, телефон студии 6510-99,6, код Москвы-495, сайт компании finam.fm. Вопросы у нас есть, давай чуть попозже тогда мы к ним подойдем. Собственно, еще раз сделаем акцент или вернемся к нашему разговору о том, что дивидендная доходность, да, наиболее, так сказать, яркое, что ли, преимущество этих инструментов. А почему, кстати, такая высокая доходность? И при этом, знаете, что интересно, можно стратегию строить на этом. То есть у меня один из продуктов, я предлагаю стратегию, потому что можно в течение года не один раз получать дивидендные выплаты. И на дивидендные выплаты даже покупать в будущем дивидендные акции сами. Потому что компании платят дивиденды не только за год, есть и промежуточные. Для примера, Удмуртнефть за полугодие давала, по метафраксу. То есть есть истории, которые приносят тебе дивидендный поток в течение года. А отсечки под дивидендные выплаты, они начинаются с зимы аж. То есть для людей, которые в голубые фишки инвестируют, им это очень странно слышать, потому что в основном это майские какие-то истории, отсечки в мае. Ну, накануне, по крайней мере, выплаты. А у нас идут они там и с осени, и зимой есть. И можно вот выстроить такую, ну, в кавычках, пирамиду такую своего рода. То есть я эти услуги тоже продаю. — Здорово, здорово. Возвращаясь к дивидендам, почему высокие дивиденды такие? — Потому что это неэффективный рынок. То есть эффективность отражается в объеме операций. Когда, ну, например, в Лукойле огромное количество инвесторов, они уже там изведали все потаенные углы этой акции, и уже понимают все входы, входы, выходы. То есть это более-менее эффективная история. В РТС-борде такого объема нет. Таких крупных инвесторов нет. Там фонды с десятками миллиардов. Это более такая частная история, кулуарная такая. И в этом есть прелесть. Слоя прелести. Потому что вы, выявив такую историю, можете получить немалую прибыль на этом. — Кстати, вот по поводу того, что это частная история, кулуарность, это действительно, с одной стороны, преимущество, не возрастают риски того, что компания, которую мы вот так, с таким большим трудом нашли, которая обещала высокую дивидендентную доходность, вдруг передумает в какой-то момент, и может быть даже объективно сможет это. — Да, риски есть. Таких историй немало. «Газпромовские дочки», к примеру, «Гипроспецгаз», «Внепигас», «Добыча», истории вот последнего года, ну, это не только такие вот. — Ну, понятно. — Они, кстати... — Есть истории разные, то есть меняется и дивидендная политика. К примеру, аэропорт Толмачёва взял и изменил, внёс изменения в устав, и дивидендов там вообще не было. Вот, и снизил норму выплаты, да. При этом предложил там цены выкупа копеечные вообще. То есть историй много вот таких. Я просто говорю, что разные есть и риски, есть и... — Ну, это нормально. — Ну, это как везде, везде. Инвестиции, они всегда несут риск заведомо. Неважно, голубая фишка это там, это не голубая фишка. Ну, вот, это инвестиция, это надо понимать, что всегда есть риск. Надо просто взвешивать риски выгоды и основывать решения на качественной аналитике. — Так, ну, давай пару вопросов я прочту. Ну, вот такой статистический вопрос от нашего слушателя. Какие у вас топ-3 компании на RTS Board? — Знаете, у меня есть портфель мой на сайте, то есть я не выделяю какие-то вот отдельные акции. Для меня они равны. То есть те позиции, которые куплены у меня в портфель, они для меня играют равную роль там. То есть и топ-3 вот таких нет. Ну, вот для примера, то, что у меня в портфеле там сегодня есть, это MetaFrax купленный, это есть Разамасский приборостроительный завод. — А, кстати, смотри, я подумал, исходя из какой логики в топ может попасть акция? Исходя из чего? — Уникальная и дневная доходность. — Уникальная дневная доходность. То есть ориентация менеджмента на выплату дивидендов высоких. В основном высокие дивиденды все-таки платят компании, где основные акционеры — это менеджеры. То есть они сами собственники. — Сами собственники. — Они себе, по сути, и платят. — Конечно, выплачивают. Это может быть... Мне очень нравятся заводы, которые входят в концерн «Алмаз-Антей». Это вот я перечислил «Арзамасский», это «Долгопрунинский» завод. То есть там есть активы. Вот я приводил, например, машиностроительный завод. Он тоже туда же входит как раз в «Алмаз-Антей». — То есть тот что-то начинал, да? — Идея там простая. У нас по этому году экспорт продукции ПВО будет впервые вообще выше, превысит, чем экспорт нашей авиатехники. Это произойдет впервые вообще, ну, наверное, за всю историю. И у этих заводов крупные договоры на поставку комплексов ПВО. И они имеют долларовую выручку. В общем-то, долг, по сути, взят на себя государством. То есть компании здесь имеют, в общем-то, поддержку со стороны государства, гособоронзаказы. — Вот, кстати, тоже, наверное, хорошая тема, да? Ведь очень много компаний, и которые, в частности, не являются голубыми фишками, акции которых не являются голубыми фишками, в той или иной степени получают господдержку. Вот это тоже может быть, наверное, да? — Это очень важно, потому что порой процентные выплаты приходятся не на баланс компании самой, они субсидируются из бюджета. Это вот оборонная история вся. И это очень важно. То есть компания может иметь номинально на балансе высокий долг, но и иметь шикарный денежный поток. То есть это рост оборонзаказов. Цифры мы уже знаем все, там 20 с лишним триллионов. Вот, и отчасти поэтому у нас и бюджет там дыра, и отчасти поэтому и рубль слабый такой, вот то, что предыдущие спикеры говорили. Почему покупать доллары? В бюджете дыра. А почему дыра? Военные инвестиции большие, очень в армию делаются большие траты, да? Вот. Можно покупать котировки акций в долларах, акций в долларах, и то же самое время и дивиденды иметь с этого. Так, хорошо, давай еще один вопрос. Вот, кстати, про дочек Газпрома ты заговорил. Какие вы выделите дочке Газпрома на борде и ваше мнение о Газэнергосервис? Ну, если у тебя есть по этому поводу мнение. Ну, Газэнергосервис традиционно дешевая акция, она была дешевой и до кризиса, и она остается сейчас, там, ПИ, там, если я так на память помню, около одного, по-моему, вот, входит в Газпром, центр ремонт, вот, в Газпром сейчас выводит непрофильные активы за свой баланс, скоро будет аукцион по ряду дочек, это спецгазавтотранс, вот, это Газпром автоматизация и Газпром геофизика. Вот, будет аукцион скоро, вот, по этим активам, и я так понимаю, что стратегия, все-таки не стратегические какие-то активы вывести за баланс свой, вот, отдать на аутсорсинг. То, что было сделано с Газпром бурением, вот, в частности, я, вот знаете, в этой истории тут надо либо иметь инсайт, которого у нас нет, и мы им никогда не пользуемся, нам этого не надо пользоваться, этим, вот. Газпром очень редко бывает, что щедро платит миноритариям, вот, и в Газпром автоматизации акционеры уже получили большие дивы, доходность, если я не ошибаюсь, там, под 100% была. То есть, обычно, мажоритарный акционер, который продает активы, он сначала платит высокие дивиденды, выводит оттуда кэш, а потом пытается это как-то продать, вот. При этом, наверное, эти активы будут обеспечены контрактами с Газпромом самим, ну, вот, потому что это их монопотребители, по сути. Вот. В этой истории, вот, просто покупать дешевые акции, потому что P1, это не та тема сегодня. То есть, это никому не надо вообще. То есть, вот, P1, это не история для покупки. Вот так вот акции не покупаются. То есть, либо сегодня это какая-то афертная тема, либо это дивиденды высокие. То есть, иного, иного в RTS-борде сегодня придумать очень сложно с сопоставимым риском. Понятно. Ну, кстати, низкий P1, это не только история, да? Ну, люди могут видеть Газпром, дешевый P1. низкий P1, это не мешает акции падать. Да. И так же вырасти сильно. Смотри, еще вопрос. Ну, такой он, что называется, да, по существу. Будет ли назначен новый аукцион в Венесейском речном пароходстве? Ну, опять, если. Решение в Норильском никеле об увеличении своей доли в пароходстве принято. То есть, все формальные процедуры выполнены, есть оценка активов. Непонятно причины, почему Норильский никель с аффилированной структурой не пришли на предыдущий аукцион, хотя заявки были поданы. Я так понимаю, что это связано с новой стратегией бизнеса Норильского никеля, которая была презентована относительно недавно. Вот. У них цель вывести непрофильные активы за свой баланс. То же самое. То же самое, как Газпром. наверное, в свое время будут выведены из структуры Норильского никеля. Вот. Думаю, что у Норильского никеля есть желание увеличивать свою долю в пароходстве. Вот. По крайней мере, эта акция, я уже неоднократно писал, то есть, она у меня в позиции есть. То есть, она у меня куплена, я в эту идею пока верю сам. То есть, то, что я верю сам, я говорю слушателям. Я говорю открыто. Кстати, смотри, если возвращаться опять к инструментарию этому, да, внебиржевому, то, в принципе, здесь надо говорить, наверное, все-таки о неких средне-долгосрочных, да, позициях инвестиций. Абсолютно. Спекулировать здесь, да, как известно, не получится. Знаете, у меня есть методика анализа таких акций. И вот в еженедельном обзоре я выделяю сильные акции и порой вот по этим акциям проходит очень удачная спекуляция. То есть, бывает такое, это пример Арзамасского приборостроительного завода, который буквально за две недели там вырос на процентов 20, да, то есть, я его покупал по 85 долларов, он уже сейчас там стоит 102 там на бедах. Вот, поэтому спекулировать тоже надо. И вот это, это как раз история покупки сильных бумаг, то есть, где есть явный спрос. Виталий, спасибо огромное, очень интересно. Виталий Крюков, основатель проекта Small Letters, был сегодня в студии бизнес-класса, извиняюсь, я по традиции. Успехов в бизнесе, до свидания. До свидания.